В газетах была еще одна новость, где вы сказали, что хотели бы стать первым темнокожим президентом Америки. Я говорил вице-президентом. А, вице-президентом. Они напечатали президентом. А знаете, почему именно вице-президентом? Почему? Потому что в этом случае президент будет гарантией того, что меня не застрелят. Верно. Не поняли? Нет, не понял. Вы знаете, что-то не совсем как-то... Не тычьте в меня. Извините. Видите ли, мы черные не любим, когда белые парни тычут нам пальцем. А, ну теперь вы меня тычете. Но почему... Почему вы так сказали про белых и черных парней? Да я пошутил. А, вы шутите. Хорошо. Вы публичная фигура. По-английски паблик фигер. Вы сказали нигер. Нет, я сказал паблик фигер. А я уж подумал, вы сказали публичный нигер. Нет, нет, что вы. А вы сказали фигура. Да-да, фигура. Да-да, фигура. А я уж собирался вас ударить. Мне послышалось не публичная фигура, а публичный нигер. Да-да, паблик нигер. Итак, будучи публичной фигурой, вы не прячетесь от своей публики. Вы гуляете, разговариваете, встречаетесь с людьми. А вы не думали, что вас при этом могут... Да, что вас могут убить. Я написал стихи. Если меня подстрелят, или произойдет что-то подобное, значит, так тому и быть. Я готов к этому. Вот что я вам скажу. Если кто-то захочет вас достать, в Священном Куране говорится, ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, и ни одна не живет без его дозволения. Когда вы умираете, значит, пришло время. И я не верю, что для меня пришло время умирать. Потому что если вы президент, и кто-то хочет убить вас, то неважно, сколько у вас охраны. Если вы появляетесь на публике, любой может подойти к вам и... Так что давайте, я готов. И как я могу беспокоиться о тех людях из разных стран по всему миру, которые хотят убить меня? Нет. Если это случится, то случится. Это Божья воля. Уж если я летаю в самолетах каждый день, то меня ничем не напугать, хоть я и ненавижу их. До сих пор ненавидите их. Пару недель назад мы попали в грозу. И самолет начал двигаться резко вверх, потом вниз. Крылья мотало и так, и так. Хвост вилял. И я думал, он треснет пополам. У вас когда-нибудь было такое, что вы представляли, как самолет трещит по швам и разваливается, а вы такой... Летите в облачках и прямо в землю. Плохое чувство. Этот страх перед полетами так и не прошел. Я бы не назвал это страхом. Но мне все время интересно, как это будет, если что-то подобное произойдет. У вас есть личная охрана? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня один телохранитель. Это Аллах, Бог. Он мой телохранитель. Он ваш телохранитель. Он величайший, мудрый. А нанимать телохранителей – это как бы говорить всем вокруг, что я вам не доверяю. Постоянно оглядываться, нервничать, искать кого-то глазами. Нет. Аллах – моя охрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»